Начиная со времени Давида-строителя, Грузия уже стала такой большой, что следовало определить, что будет в будущем, так как было много трудностей. Например, довольно сложное положение сложилось на Северном Кавказе, на котором Грузия фактически распространяла свое влияние. В частности, сложности были связаны с феодализмом. Если на равнинах Грузии феодализм укоренился и существовал уже развитый феодализм, то в горах это было не так. Горцы оказывали сопротивление как феодализму, так и христианству. И случается удивительное событие. В 1212 году, во время царствования царицы Тамары, дедойцы и пховцы, население Северного Кавказа, восстали против царицы Тамары. Я повторяю, восстание было как против феодализации, так же против христианизации. Они были язычниками и не хотели принимать новую религию. А для такой могущественной страны, какой была Грузия, такое сопротивление было совершенно неприемлемо. Царица Тамара пригласила Ивана Мхаргадзели и поручила ему создать экспедицию, с которой следовало отправиться в горную Грузию, сразиться с дедойцами и пховцами и привести их в покорность. Это так и случилось. Летом 1212 года, в течение трех месяцев, Иван Мхаргадзели воевал против дедойцев и пховцев. Это горная местность и не так легко победить противника. Напоследок, это было настолько сложно, что Иван Мхаргадзели принял ловкое решение. На Северном Кавказе был народ дзурдзуков. Дзурдзуки в последующий период – это чеченцы и ингуши. И вот эти дзурдзуки поддержали царицу Грузии, и с их помощью удалось победить дедойцев и пховцев. Иван Мхаргадзели, иван Мхаргадзели. Иван Мхаргадзели. Иван Мхаргадзели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иван М. Харгадзели, победив дидойцев и пховцев, возвращается обратно. Царица Тамара была очень довольна этой победой. Это 1212 год, тот период, когда скончался Амирспасалар, то есть верховный главнокомандующий, Захария М. Харгадзели, который был братом Ивана М. Харгадзели. Царица Тамара пригласила Иване и предложила ему должность. Она сказала Иване, что вот, у нас пустует должность твоего брата, должность Амирспасалара. Теперь я хочу назначить тебя на эту должность. Но Иване оказался немного хитрым человеком с иным рассудком и ответил, что не может занять должность своего брата, а если это возможно, он попросил изыскать для него другую должность. Царица Тамара спрашивает его, какую должность он хочет для себя. Иване отвечает, что хочет должность Атабека. В Грузии до этого не существовало должности Атабека. Атабек означает воспитатель царя. Это тот период и то время, когда нет наследника царя, царевича, которого нужно было бы воспитывать. Но царица Тамара пошла на уступку и назначила его Атабеком. Когда скончалась царица Тамара, идут разговоры о дате кончины царицы Тамары. Существуют некоторые документы, где написано, что царица Тамара скончалась в 1207 году. Я не продолжу говорить об этом, поскольку мы не считаем эту датировку правильной. И в историографии она также не принята. Существует и другая дата. В Армении есть агарцинская надпись, где прямо указано, что царица Тамара скончалась в 1210 году. Данную датировку мы также не считаем правильной. Мы говорим, что царица Тамара скончалась в 1213-1214 годах. Эту дату также доказывал Иване Александрович Джавахишвили. Почему считаем мы эту датировку правильной? Когда Иван Эмхаргадзели победил дедойцев и пховцев и вернулся оттуда, тогда царица Тамара была жива. Амирспасалар Захарий Эмхаргадзели скончался в 1212 году, и тогда царица Тамара жива, так как она предлагает должность Амирспасалара Ивана Эмхаргадзели. Получается, что царица Тамара жива до 1212 года. Иваны Александрович Джавахишвили предполагал ее кончину в 1213 году или 1214 году. Так что у нас в историографии принято, что Тамара воцарилась и стала соправительницей в 1179 году. Единой правительницей стала в 1184 году и правила страной до 1213 года. При этом можно найти монографии, где мы говорим, что царица Тамара скончалась в 1213 году. Но там же мы сделали так, что везде. В схоле указаны и те две даты с пояснением, что высказаны разные мнения о кончине царицы Тамары в 1207 году и в 1210 году. Иваны Александрович Джавахишвили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок